Здравствуйте! Сегодня специально для сайта Ямкук мы будем готовить маринованные подосиновики. Надо сказать, что маринование подосиновиков не отличается от маринования других грибов. Чаще всего после похода в лес мы не разделяем свою добычу, а готовим все грибочки вместе. Но если вы решите замариновать красноголовые отдельно, то почему бы и нет? Нашу работу можно условно разделить на три части. Обработка подосиновиков, варка грибов и непосредственно маринование. Маринад, который приводится в данном рецепте, можно откорректировать на свой вкус. После внесения всех ингредиентов просто пробуйте и добавляйте на свой вкус сахар, соль и уксус. Подготовим ингредиенты по списку. Сколько нам понадобится свежих грибов, сказать трудно. Потому что мы будем отбраковывать червивые части гриба. Частенько бывает, что из большого количества добычи после перебирания остается совсем немного. Сейчас уже осень, ночи холодные и червивых грибов у меня практически нет. Первичная обработка подосиновиков очень простая. Нам нужно будет почистить грибочки. С ножек снимаем полоски кожицы, ну а шляпки просто проверяем на червивости. Почищенные подосиновики сразу режем на части и складываем в воду. В холодной воде моем грибочки, несколько раз меняя воду. Кастрюлю с водой ставим на огонь и приступаем к варке. Когда вода закипит, снимем пену и посолим грибы. Варим подосиновики на среднем огне около получаса от начала закипания. Сваренные подосиновики откидываем на душлаг и даем воде стечь. И еще раз промываем холодной водой. Приступаем к маринованию. В эмалированную кастрюлю наливаем 200-250 мл холодной воды. Туда же выкладываем наши отваренные подосиновики. У меня получилось примерно полкилограмма вареных грибов. Добавляем сахар, соль, и уксус. Далее добавляем к грибочкам 4-5 штук душистого перчика, пару лавровых листочков. Черный перчик я не считаю. Добавляю сколько выйдет. Примерно 6-8 штук. А вот гвоздичку отмеряю точно. Не более 2 штук. Ставлю кастрюлю на плиту. Довожу до кипения. И кипячу минуты 3-5. Пробую маринад. И если нужно, то делаю его более резким. Добавляю уксус. Или же добавляю на свой вкус сахар и соль. Горячие подосиновики вместе с жидкостью раскладываю в чистые стерильные баночки. Прикрываю прокипяченной крышкой. Не закручиваю. Теперь нам нужно подосиновики простерилизовать на водяной бане. Стерилизую от начала кипения воды 10 минут. Литровые банки стерилизуем минут 15. Маринованные подосиновики готовы. Скушать их с картошечкой зимой одно удовольствие. Приятных вам заготовок!